Эту нехитрую операцию каждый из нас проделывает в жизни сотни раз. Ну или проделывает, когда у него появится свой собственный первый сотовый телефон, который, как известно, без сим-карты даже и шевелится, особо не станет. Зато сам идентификационный модуль абонента, проще говоря, симку, сегодня можно уже переставить из аппарата в аппарат. Совсем недавно это было невозможно, поскольку номер абонента и услуги напрямую зависели от трубки. Теперь все иначе. Оформил номер по удостоверению личности и вперед. Можно даже поменять оператора, а номер оставить за собой. Да и симок можно подключить сейчас сразу несколько стиль. Здесь современные аппараты, рассчитанные на шесть и более карт. Здесь непонятно, правда, зачем. А мы решили разобраться по сути в другом. Зачем? Зачем, а главное, кому так остро понадобилось подключение услуг сотового оператора без официального оформления? Кто продает так называемые безлицные сим-карты в самых неожиданных местах? На вокзалах, остановках, площадях. Главное, не в официальных пунктах подключениях. А самое интересное, для чего, какими корыстями, если не сказать больше, с целями используют теневые номера? Понятное дело, сотовым уже никого не удивишь. У иных граждан и по три аппарата. Сегодня это и плеер, и фотик, и компьютер-органайзер. Да что там говорить? Кто-то и вовсе без телефона, как без навигатора, плутает в большом городе. Соответственно, симки, симки, симки. Их огромное количество. Тарифы, интернет-услуги на самый взыскательный вкус. Неудивительно, что на этом поле попадаются игроки не совсем добросовестные. Так и норовят продатели купить серую сим-карту. Без документов, проще говоря. Дабы упорядочить продажи, два года назад приняли поправки в закон о связи. Симки только по паспорту и в специально отведенных местах. И рейды проводят вместе с полицией. Только за 2016 год, например, более восьми сотен раз наведывались на точки продаж. В связи с этим к Роскомнадзору сразу два вопроса. Помогло ли? И как у нас, в Югре? Как такие продавцы попадают в поле зрения Роскомнадзора и правоохранительных органов? И кто это такие? Начали мы эту деятельность с 2016 года. Изначально мы ездили конкретно по точкам продаж, по различным магазинам, торговым центрам. В 2017 году такие нарушения уже в торговых точках, они практически перестали существовать. То есть продавцы уже относились к этому более ответственно. И вот в 2017 году мы перешли в сеть интернет. То есть если зайти даже на сайт Авито, то там море предложений различного характера, любого количества сим-карт, любых операторов. Там без заключения договора, соответственно, можно сказать, анонимно. Ну и чего добились? Прям как в этой песне. Ну ты их в дверь, а не в окно. Ну будем надеяться, что победят и сетевых распространителей. А что сейчас? В Роскомнадзоре говорят, начали проверять, а это те же самые дилеры, что распространяют в симке легально. Вот так. Хорошо. Откуда же столько модулей для связи? Может у них план? Продать столько, да и получишь премию. А как продать и кому их проблемы? Зачем вокруг да около? Позвоним официальному оператору связи. Алло, Мария. Да, здравствуйте. Ну давайте. У вас менее все... А, вы так хотите? А, то есть прямая речь, открытый текст. А, вы уже... Хорошо. Все, слушаю внимательно. Что касается нашей работы в этом направлении, мы... В компании выработана система строгих регулярных проверок собственных монопрендовых салонов. И мы применяем серьезные штрафы и санкции к недобросовестным дилерам, которые нарушают правила оформления и продажи симкарок. А что касается B2B-сегмента, то заключение договоров на обслуживание происходит у нас под контролем службы безопасности. И в последующем мы отслеживаем активность симкар. Понятно, что у вас меньше всего их, этих серых симок, но тем не менее они у вас есть. Рейды это выявляют. Как эти симки уходят из-под вашего контроля, о котором вы только что сейчас сказали, такого тотального, и попадают к недобросовестным продавцам, а потом уже дальше? На самом деле мне сейчас сложно ответить на этот вопрос, потому что каждый случай это индивидуальный. То есть он рассматривается отдельно. Бывают абсолютно разные схемы, и, честно говоря, мы стараемся их не озвучивать, чтобы не подавать никому идей. Ну и правильно. По официальным данным, в прошлом году надзорные органы провели больше полсотни рейдов. Что касается Югры, то больше всего проверяли в Сургуте. Оно и понятно. Крупнейший муниципалитет, много потенциальных штрафников. Так вот, наименьшее количество нарушений как раз у только что опрошенного нами оператора. Так откуда всё-таки столько карт на чёрном рынке? Эксперты рынка легального говорят, в большинстве случаев это последствия корпоративных контрактов. Юрлицо закупает много и лишь с указанием количества. Куда, кому, на чьё имя именно, никого не волнует. Серж, у вас Серж, есть подаводоговор? С июня сего года вступают в силу новые поправки к закону о связи. Услуга этой самой связи только тем, чьи данные проверены оператором и внесены в автоматизированную систему расчётов. Ударит ли это по бизнесу? Вполне может быть. Но неудобств частному лицу не составит. В Роскомнадзоре пояснили, говорить по телефону можно будет ещё на стадии проверки паспортных данных. Стоп! А из-за чего такое внимание к проблеме? Из-за банальных нарушений правил торговли? Или за ответом направляемся в окружной департамент информационных технологий? Уж там об угрозах в сфере связи знают всё. Вот внешне легко. Подошёл, отдал деньги, получил сим-карту, заполнять ничего не нужно. Паспортные данные ты вроде свои не предъявил, тебя никто теперь не узнает, ты будешь аноним. На самом деле не так всё просто. Во-первых, ты подвергаешься атаке хакеров. Возможно, те, кто продал, могут это тебе обеспечить. Будет незаконный съём денег с этой симки, и ты ничего об этом не узнаешь, только по факту того, что эти деньги сняли. Кроме того, твоя симка может быть подставлена при какой-то террористической атаке. Так, приехали. Банальный покупатель, что желает остаться неизвестным, становится вмиг пособником террористов. Ничего себе перспективочка. Но что можно сказать, не влезай, убьёт. Итак, безопасную связь и полезный интернет в округе с успехом обеспечивает система АИС-поиск. Как это работает, выясним сейчас. Мы сейчас находимся в Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий. Звучит, конечно, сложно и внушительно, но это того стоит. Вот мы сейчас пройдёмся по этим пустым коридорам. Пустым, потому что все сидят сейчас и работают в кабинетах. Попробуем выяснить, что это за информационная система такая. Тот самый пресловутый колпак, с помощью которого наблюдают за гражданами. Или она призвана всё-таки ограничить доступ этих самых граждан к вредоносной информации. Это очень важно. Минутка юмора. Как оказалось, не во все кабинеты можно вот так просто войти. Как привыкла уже наша съёмочная группа. Ага. Спасибо. Не просто так. Здравствуйте. По сути, это автоматизированный поиск и анализ запрещённого контента в интернете. Всё просто. Разработка эта наша, югорская. Пока на федеральном уровне ищут способы дальнейшего сотрудничества с разработчиками местного ноу-хау, наши ищут ту самую нехорошую информацию. Несколько здесь вариантов поиска. Первое – это открытые данные мы собираем через поисковую систему. То есть появляются новые какие-нибудь психотропные там вещества и так далее. Соответственно, у них новые названия. Новые названия, да. Профессиональный сленг наркоторговцев постоянно меняется и так далее. Постоянно надо ввести, да, вот этот вот справочник, эти словосочетания и так далее, отслеживаются. Вопрос как к гражданину. Это можно рассматривать как некий колпак, под которым мы все вынуждены находиться сейчас? Повышать информационную культуру и должен каждый человек понимать, что если он предоставляет или выкладывает в открытый доступ свои данные или свои там мысли, то они доступны будут не только там листку бумаги, да, а будут доступны всей аудитории. Террористы, наркодилеры и прочие баламуты теперь под пристальным взором. Будем надеяться. Опять же, а как быть с плохишами попроще? Что уводят из-под носа доверчивых земляков под чуть-чуть, но регулярно. В том числе и с помощью тех самых безликих сим-карт. О мошенниках уже рассказано столько, что антологию можно написать. Об опасности и соблазнах всех мастей говорят языком плаката, по радио, с голубых экранов. Они зарабатывают на излишнем доверии и невнимательности граждан. В округе орудуют мошенники. Как не попасть на эти уловки, знают полицейские и прокуроры. Своеобразный мастер-класс прошел в Центре социального обслуживания Светлана. Сотовая связь, сеть интернет, это все очень замечательно, это все хорошо. Опять мы с вами гуляем по пустым коридорам. Не мудрено, все сидят в своих кабинетах и работают. Мы находимся в главном управлении Министерства внутренних дел по Югре. В то самое время, когда обычные граждане уже дома пьют чай, потому что уже 6 часов. Здесь работа в самом разгаре. Мы идем в отделение организации борьбы с мошенничеством. Сейчас мы и узнаем, как с этим самым мошенничеством, а оно есть, борются. Очень большой вал пошел. Именно касаемо дистанционных мошенничеств, что называется, телефонных, интернет-мошенничеств, и несанкционированного списания денежных средств со счетов жителей округа. Девушка у меня прославилась сотрудник банка. Ну, я говорю, что деньги, которые, вот, просят деньги, чтобы я ее перелывал. Я никуда ничего не делал. Но они говорят мне, ну, когда я сотрудник банка, выискиваю карту вас дома? Нет, да, дома. Расскажите, пожалуйста, что с вами сегодня произошло? Мне на телефон пришла смс-ка в Библии, то, что я выиграла сертификат на определенную сумму. И дальше я позвонила по номеру горячей линии, указанной в этом сообщении. И дальше я консультировала взрослой женщины. На первый взгляд, да, и на второй даже это определить трудно. То есть такой уровень уже мошенников. А сколько вы перечислили денег? 30 тысяч. Таких видео полицейские из другого крупного югорского муниципалитета Нижневартовска прислали нам достаточно. И этих трех примеров достаточно вполне. Список способов можно повторять бесконечно. Смотрите, граждане, будьте бдительны, приобретая серую симку. С вас могут требовать деньги коллекторы. С вас пишут чужие долги приставы. Если номер зарегистрирован на должника, вас задержат силовики. Если номер давно в разработке. В том же Сургуте участились случаи, когда мошенник звонит и представляется директором. Спрашивает, сколько денег в кассе и велит отдать сумму курьеру. Блестяще. Только рассказывай гражданам про это, не рассказывай. Толку все равно мало. Конечно, невозможно югорчанам вложить в голову вот это какое-то недоверие, да, скажем так. Неверие. И вот это вот самое доверие каким-то образом нужно направить в нужное русло. Вам удалось это сделать? Нет. Вот, честно говоря, нет. Потому что даже за истекший период 16-го и взять 17-й год у нас практически в два раза превысили данные виды преступлений. И, к примеру, даже цифры могу привести. Если в 16-м году их было 1300 уголовных дел, то сейчас будет точно 2245 уголовных дел. Но вернемся к нашим сим-картам. Пока мы разбирались, как по сути используют их в целях неприглядных, процесс подключения граждан к сотовой связи не прерывался ни на минуту. Да и вот интересно, что-то изменилось за это время? Что действуют те первые поправки в закон о связи? Вот мы в одном из торговых центров окружной столицы. И пусть и не очень оживлено, мы сейчас попробуем узнать, есть ли спрос и есть ли предложение. Было. Было дело. Да. Только с паспортом? Нет, слышала. А зачем это? Ну, они, как мне известно, то, что они ставят там тариф свой, то есть он там на 1000 рублей, 500 рублей, когда сим-карту оформляют, то есть ты вставляешь сим-карту в телефон, у тебя там минус на полосе. Скажи, а просят подключить без паспорта? Нет, мы не подключаем без паспорта. Нет, то, что вы не подключаете, это понятно, это правило такое, закон есть. Ну, на моем опыте не было пока. Ни разу. У тебя? Что-то случится, по этой же сим-карте на вас же выйдут, и вы же останетесь крайней, потом будете доказывать, что вы не верблюд. Есть такое, я сам продавал сим-карты. Ага. Скажите, если вы работали в салоне связи, скажите, откуда у продавцов сим-карт, которые они продают без регистрации по паспортным данным, такое количество сим-карточек? Где я их беру? Знаете, я вам не могу сказать откуда, но их достают легко. То есть и сейчас это возможно? И никакой закон ужесточающий не сработает, как ни старайся? Никак. Если малые люди хотят заработать, они это сделают без всякого труда. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok